Во всем мире 19 августа празднуют День фотографии. А той, кто сумел слить искусство и ремесло воедино, смотрите в сюжете Катрины Тайборей. Сквозь объектив. Именно так видит мир наша героиня Екатерина Эстер. Любовь к фотографии зародилась еще в детстве. Тогда в качестве моделей были фрукты, домашние животные и предметы быта. А как только под прицел объектива попал человек, талант девочки было невозможно не заметить. К нам в гости пришла подруга у мамы. Я просто решила ее поснимать, пока они разговаривали. Пощелкала ее, потом показывала ей, она говорит, ой, так красиво получилось, так интересно, так классно. Я вот после этого задумалась, может мне и правда получается лучше, чем у всех остальных. Вскоре папа сделал самый важный подарок – первый личный фотоаппарат. С тех пор Екатерина осваивала новое увлечение самостоятельно, с опытом и нашла свой жанр – репортажная съемка. Я полностью нашла себя в своем деле, потому что мне очень нравится репортажная съемка. Ну, также я еще делаю портреты, ну, чисто для себя уже. Работа фотографа весьма увлекательна, особенно репортажного. Ведь ты всегда в эпицентре событий, но в объективе фотокамеры можешь сосредоточиться на самом важном. После съемки Екатерина спешит в редакцию, чтобы посмотреть отснятый материал. Я сделала фото, потом я прихожу в редакцию, отбираю их сначала, потом загружаю их в лайтрум, делаю светокоррекцию. Если надо, еще фотошоп что-нибудь поправляю, но это обычно не так часто бывает. И потом загружаю на наши архивные источники. Так проходят рабочие будни. Екатерина поделилась с нами своей сокровенной мечтой. Я мечтаю поехать куда-нибудь в Африку или в какую-нибудь другую страну, поснимать народности, другие, кроме нашей. Чтобы мои фотки были вокруг света, ночной географик и в каких-то таких изданиях. Сочетать хобби и работу именно то, о чем мечтает каждый. И к этому стоит стремиться, ведь работа должна быть по душе и приносить удовольствие. Катерина Тайборей, Вадим Стасюк, Телеканал Север.